Друзья, рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. В этом видосике я хочу с вами поделиться о том, какой методикой я использую, какой методикой я пользуюсь, чтобы набирать массу. Впервые в жизни, я как говорил в прошлом видео, я сел, прям сел на массу, то есть я прям целенаправленно решил набирать вес. Почему я решил это делать? Потому что мне просто интересно, мне реально, это просто эксперимент, я люблю делать эксперименты. И я решил, что все-таки я готов перейти в другую весовую категорию. Сейчас у меня вес примерно 83-84-86 килограмм, это максимальный мой вес жизни был. Я планирую теперь реально выйти на другую весовую категорию. И как я это делаю, вы узнаете в этом видео, в коротеньком видосике, но я думаю, вам будет очень полезно. Погнали? Смотрите, очень важно, когда вы находитесь на массе, понимать, как это правильно делать. То есть нужно понимать какие-то ключевые факторы. И я хочу с вами в этом видео поделиться базовой информацией, как с этим делать, и инструментов, которые использую я, которые мне очень круто помогают. Итак, базовая информация. Что нужно знать, когда вы собираетесь набирать массу или худеть? Не имеет значения. Худеть или набирать массу нужно не быстро. Почему нельзя быстро набирать массу? Потому что если вы будете набирать ее быстро, то вы набирать будете не то качество массы, и вы повлияетесь на свой метаболизм, который будет мешать вам набирать массу дальше нормально. То есть делайте это плавно. Набирайте примерно 3-5 килограмм максимум в месяц. Идеально где-то 3-4 килограмма вообще в месяц. Если же вы худеете, то худеть нужно тоже на минус 3, минус максимум 4 килограмма. Ну предел просто 5, это предел, потолок. 5 килограмм в месяц это просто предел. Почему? Если вы будете делать это быстрее, то вы будете выделять в кровь распады жирных кислот. А это все происходит с выбросом плохих жиров, которые будут отлазиваться на ваших сосудах. То есть если вы быстро худеете, вы делаете хуже свою кровь. Качество крови ухудшается. Вы реально можете себе приблизить инсульты или инфаркты, которые, например, забивают, бляшки забивают ваши сосуды. Это приведет, конечно, в итоге к тому, что сосуды станут вот такими тоненькими. И это будут инфаркты или инсульт. Поэтому нельзя быстро худеть. Это очень важно. 3-5 килограмм. Все. У всех индивидуально. Понятно, я не могу сказать точные цифры. Примерно 3-4-5 килограмм, не больше. Поверьте, это достаточные цифры. Это если вы будете набирать по 3 килограмма в месяц, это за 10 месяцев 30-ка может быть. То есть у вас все равно не получится набирать каждый месяц. Это будут циклы. Так как же это все-таки делать? Я обо всем вам расскажу в этом видео максимально понятно. Теперь давайте поговорим именно о наборе веса в этом видосе. Потому что я сейчас не худею, а я сейчас именно набираю массу. Что я делаю? Я начал считать реально все калории. Все калории, которые я подлучаю из пищи. Не имеет значения, откуда пришла калория. Простые углеводы, сложные углеводы. Не заморачивайтесь. Жир, белок. Не имеет значения. Считайте все. Считайте все. Потому что если вы будете сидеть так заморачиваться, вы просто не поймете. Это будет не разбериха. Чтобы не быть диетологом, вам помогает, вам может помочь для этого очень круто, как мне помогает. Программа. Я как айтишник, я не хочу сидеть целыми днями и тратить на какие-то подсчеты калорий. То есть сидеть, ввести нудные учеты, какие-то листики, я не знаю, гуглить. Как это все делать? Просто приложение. Скачайте все приложения. Я, например, пользуюсь HIKI калькулятором. Я перепробовал где-то штук 5 приложений, и мне понравилось больше всего это. Это не реклама. Мне никто за это не платил, потому что мой канал еще не такой крутой, чтобы никто платил за рекламу. Но под этим видосом будет ссылка на это приложение. И вроде это как работает как-то в духе, что вы скачиваете что-то по этой ссылке, и мне какая-то будет там реферальная выгода, или как-то так это называется. Я не знаю, как это, честно, работает. Но, наверное, будут какие-то плюшки мне, если вы будете скачивать по этой ссылке это приложение. Я сразу вам рассказываю в этом видео, чтобы вы понимали, это не реклама, не проплаченная. Реально, я пользуюсь просто этим приложением. Я как айтишник хотел увидеть, во-первых, чтобы эта программа была максимально понятна, и логически понятна, и простой в использовании. Мне нужно еще интерфейс какой-нибудь красивенький, понимаете. Потому что я люблю, когда все четко и все понятно. Понятно, откуда что прилетело, откуда калория пришла, куда потратилась. И мне понятно по этому приложению, сколько, например, я в день получил белков, сколько углеводов, сколько жиров. Не перебрал ли я жиров, не добрал ли я белков. Об этом есть отдельная тема, но сколько пришло калорий с углеводов. То есть все это просто автоматизировано, вам не нужно этим заморачиваться. Как это работает? Приложение, в которое вы заходите, например, у вас сегодня утро, вы хотите съесть, например, тарелку овсянки. Вы нажимаете там просто кнопочку «Добавить то, что вы съели еду». У приложения есть база данных, через которую оно вытягивает, например, эту овсянку. Она подтягивается, вы пишете вес. Если вы набираете вес, то примерно считайте вес. Если у вас есть весы кухонные, круто. У меня нет кухонных весов, я просто примерно по тарелке, по объему тарелки считаю. Но лучше взвешивать все-таки. То есть вы должны взвешивать еду, особенно если вы худеете, это критически важно взвешивать еду. Вы должны знать, сколько веса вы потребляете еды. По поводу этого веса вы записываете, сколько, например, 300 грамм весила ваша овсянка. Вы съели это количество еды, и программа сама разбросала, сколько в ней было белков, сколько было жиров, сколько было углеводов. И более того, эта программа, вы можете написать, например, что вы хотите набирать вес, она сама вам посчитает количество калорий, которые вы должны потреблять. Вы хотите, например, сбросить вес, программа вам выдаст нужное количество калорий, которое нужно, чтобы вы начали худеть. Ребята, я реально на этой программе всего лишь нахожусь где-то примерно 10-15 дней. мой результат уже плюс два с половиной килограмма не особо напрягаясь то есть это понимаете это может быть даже если допустим вам тяжело набрать массу это может быть просто вам нужно добавить три булочки в день реально три булочки отделяет вас от успеха то есть вы или остаетесь там где вы были вы не растете вообще никак ничего не меняется вашей жизни то есть вы тренируетесь но ваш вес нарастет это как бы вообще-то не очень полезно на самом деле потому что организму легче когда вы больше если вы с тяжестями работать организму нужны все-таки эти мышцы которые будут и хорошо будет гидротирована то с них будет много воды а значит нужно углеводы и для этого как раз вам поможет это приложение вы просто записывать эту еду вы видите сколько вам нужно калорий например я раньше думал что мне как-то морфу нужно там какие-то четыре с половиной тысячи калорий там или 5000 калорий вот такие удары с цифры по интернету гуляя ребята реально у меня часу или калорийности я вам по сбрасываю вообще свой рацион после этого видоса кстати вы получите ссылки на мой рацион реальный мой рацион как я питаюсь вы увидите четко что я съела в каком весе для вас это может быть просто очень крутой полезной информации просто мой рацион ну ребята за это люди платят хорошие деньги диетологам которые составляют рациона я вам просто бесплатно это даю просто посмотрите как я питаюсь проанализируйте мой рацион вы будете шокированы возможно как просто я питаюсь я не ем там устрицы каждый день я не ем какие-то там невероятно дорогие продукты мое питание максимально простое и мне нравится питаться я с детства так привык и я себе ни в чем не отказываю то есть это не диета я не сижу на диете я ем так как люблю мне нравится такое питание и не будьте шокированы таким что она какое-то слишком простое не не имеет значения принципе большого на самом деле более менее здоровая пища и все то есть программа мне сама составила рацион мой и это сейчас примерно три тысячи четыреста калорий в сутки то есть не не имеет значения большого во сколько вы едите когда вы едите не посмотрите мое видео по том как сбросить вес на маке вы поймете лучше как это работает то есть сутки вы должны потребить это количество калорий все . 3 400 допустим у меня стоит я знаю что если я допустим не добираю там 100 калорий до этой цифры то я не начну набирать вес потому что эта программа составляет так она уже ставит вам профицит калорий то есть если например 3 400 это означает что например на 400 где-то 400 500 калорий добросила до моей нормы есть ноль если например выше ноля плюс да то вы в профиците калорий находитесь вы начинаете набирать вес это неизбежно эта физиология если меньше нуля то вы начинаете терять вес просто по-другому не работает нет других способов не ищите каких-то фантастик вы должны есть реально хорошо и с профицитом калорий и вы должны набирать то количество калорий который вам рассчитала эта программа то есть моем случае 3 400 калорий я должен набрать это ничего сложного так как игра как челлендж какой-то ежедневный челлендж который вызов самому себе реально вас может отделять от успеха всего лишь три булочки 150 грамм булок или там 200 грамм булок который вам ежедневно не хватает вы никогда не будете набирать вес вам нужно эти калории два с половиной килограмма я набрал за 15 дней просто вообще легко ничего особо не делает теперь конкретно конкретная методика как это еще работает в течение суток вы наедаете свой калораж или если вы худеете то вы должны держаться то есть вы должны не заходить за эту линию калорий не работает так что вы допустим сегодня сделаете как-то так следующий день как-то иначе вы должны делать каждый день одинаковые вещи то есть если вы по калорийности допустим по набору вы допустим не набрали калорий в день, да, сегодня так, то следующий день вы должны обязательно набрать просто, а лучше набирать их каждый день. Я рекомендую вам примерно месяц-два, допустим, вы сидите в таком режиме, вы набираете вес, потом вы отдыхаете месяц, не нужно набирать все время вес, это не будет работать точно. Еще один раз в неделю я рекомендую вам делать разгрузку. Каким образом я, например, делаю? Я просыпаюсь и один раз в неделю я ем первый раз за день, где-то в час дня, а то и в три часа дня по-разному. То есть утром я пропускаю свой завтрак и иду на работу, занимаюсь своими делами, организм отдыхает в это время, он восстанавливает все, что ему нужно, поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, все это должно восстановить свою работу и для этого нужно, чтобы не была постоянно загружена пищеварительная ваша система, то есть один раз в неделю делайте такую себе разгрузку легкую. Просто пропускайте, лучше прям голод полный, пропускайте просто свой завтрак, например, еще в этот момент, если вы так сделаете, то у вас еще и увеличится гормон роста в крови. Теперь, неважно, поправляетесь вы или худеете, не имеет значения, один раз в неделю, один раз в неделю, делайте себе вредную еду максимально по максимуму, обжирайте чем угодно вообще. но все записывайте в эту программу, это не занимает много времени, поверьте, даже миллионеры, которые зарабатывают миллионы или миллиарды вообще, тоже используют этот инструмент, используют просто приложения. Какие, это уже на ваше усмотрение, я просто рекомендую этот HIKI калькулятор, ну, хотите, поищите другие, если найдете, кстати, какой-то покруче калькулятор, то, пожалуйста, поделитесь под этим видео и, ну, реально, я тоже протестирую его, сделаю какой-то обзор на него, свое мнение, здесь база данных продуктов, которые в этом приложении, она правдоподобна, я все проверял с той продукции, например, в Маке, да, допустим, я пошел и посмотрел на картошке, написано в Маке действительно те же данные, что в этом приложении, то есть я съел маковую картошку, картошку с Макдоналдса и записал в это приложение, все, то есть раз в день я ем вообще что попало, я ем, вот сегодня, например, сегодняшний день, я сегодня съел вообще там, наелся драников, я наелся два гамбургера съел в Маке, то есть я ел все, что хотел им, я не заморачиваться, полезно это или вредно. Поверьте, вы не убьете свой организм, если раз в неделю будете есть, что попало вообще, не важно, что. Но записывайте все. Все записывайте в эту программу. Ложку жира вы, например, выпили, например, я пью два раза в день, я пью оливковое масло. Вы выпили оливковое масло, ложку, запишите в приложение. Вы не представляете, сколько калорий в двух столовых ложках оливкового масла. Там огромное количество калорий. И это все нужно учитывать. Сахар, который вы едите. Если вы съедаете, допустим, ежедневную норму семь чайных ложек сахара, записывайте этот сахар тоже в это приложение. Потом оно сохранит вам эту информацию, которую вы вводили раньше. И вы не нужно будет каждый раз это искать. У вас пища примерно повторяется постоянно одно и то же. И потом вы будете просто находить эту пищу и можете даже прогнозировать свой день, например. Вы можете прогнозировать, что вы можете примерно сегодня еще съесть. Или сколько вам нужно еще съесть, чтобы набрать нужный необходимый калораж. Приложение позволяет внести ваши данные в возраст, рост, вес и желаемый вес. И вы к этой цели просто двигаетесь и все. Каждый день вы записываете, что вы съели. Программа строит очень удобные графики, по которым вы можете понять, что вы ели, как вы питались раньше. Посмотреть, как вы питались на протяжении этого месяца. Потом, например, взять свой рацион, отправить ссылкой кому-либо. Так как я вот в этом видео, видите, будет ссылка под видео на мой рацион. И все это наглядно, все это видно. Ребята, это очень крутой инструмент, и я вам очень рекомендую воспользоваться ими. Просто возьмите под контроль. Вы должны... Вот смотрите, допустим, у меня не было желания раньше набирать вес целенаправленно, но у меня не было такой цели. Потому что, во-первых, мне комфортно в том весе, в котором я сейчас нахожусь. Я не хочу весить 100 килограмм. Я не хочу 120 килограмм весить. Мне комфортно вообще в моем весе примерно сейчас. Я хочу попробовать, как я буду чувствовать себя в другом весе, например, плюс 5 килограмм, да? Ставьте себе реальные цели. Поставьте себе, например, плюс 5 килограмм цель и идите к ней. На протяжении, как я вам сказал, норм этих и просто идите к этой цели. В 2 месяца, например, вы набираете свои 5-7 килограмм. Это вообще нормальная цель. Вы можете ставить себе цель 3 килограмма в месяц. 2 килограмма в месяц. Это тоже нормальная цель. Даже килограмм в месяц это будет нормальная абсолютно цель. И возьмите под контроль свои калории. Это не нудная хрень. Я тоже так считал, что, блин, я не хочу заморачиваться, писать, считать калории. Поверьте, это нужно. Если вы худеете, это обязательно нужно. Вы или на дефиците калорий, или на профиците. Все, по-другому это не работает. Но сами вы так не посчитаете, потому что вы не знаете, сколько вварено, например, овсянки реально белков или углеводов или жиров. Потому что на коробке написано «сухая». Сколько в сухой овсянке белков. То есть там гораздо больше, чем на самом деле. На самом деле, когда вы съедаете еду готовую, в ней меньше всего этого, и вы не совсем понимаете, сколько же вы реально этого все употребили. То есть возьмите просто этот фактор под контроль. И вы будете сами решать, сколько вам нужно весить. И когда вы хотите, каким весом, чтобы какой-то вес у вас был. Или вы хотите похудеть, подсушиться, или вы набрать вес хотите. Это все прогнозируемо. Это не то, что по звездам гадать или к бабке ходи, гадать нужно или так далее. Это все четко и понятно. Это все просто цифры, это просто математика. И мне, как атишнику, это очень нравится, что есть такие приложения, которые помогают нам это делать. Поэтому реально крутой инструмент. Ребята, используйте. Не это приложение, а то какое-то другое. Просто смысл хочу, чтобы вы уловили. Используйте какую-то автоматизацию. Не доверяйте своей памяти. Не доверяйте каким-то листикам с ручкой. Все можно автоматизировать. И это будет, во-первых, меньше времени на это будете тратить. И это будет больше пользы от этого. Это просто реально персональный диетолог у вас бесплатно. Ну, допустим, я планирую взять платную версию этой программы. Да, сейчас я пользуюсь тестовым периодом, который мне дали. Полный, фулл комплект, все плюшки, которые есть в этом приложении. Потом я его куплю обязательно. Потому что это недорого. Если вы заплатите эти деньги диетологу, ребята, у диетологов такие начинаются цифры, от которых просто это приложение, не знаю, 10% от стоимости одного визита к диетологу, возможно, примерно. Поэтому пользуйтесь современными достижениями IT-технологий. Почему нет? Мне нравится, почему нет? Поэтому все, ребята. Надеюсь, вам информация была полезна. Удачи. Увидимся в следующем видосе. Субтитры сделал DimaTorzok